Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, которые посетили наш дом молитвы, друзья, которые находятся с нами в прямом эфире, братья и сестры, которые не имеют возможности быть в своей церкви, либо по другим причинам, но стали уже частью нашей церкви, присутствия в наших собраниях через онлайн-служения. Мы сердечно благодарны за эту привилегию Господу быть вместе, учиться. Мы так много сегодня уже слышали из Слова Божьего. Мы имели возможность для поклонения нашему Господу через прекрасное песнопение. Желание моего сердца вместе с вами сегодня просуждать на одну очень важную тему. Может быть, это связано в преддверии Дня Благодарения, Тенс Гиви. На следующей неделе мы с семьями соберемся вместе для того, чтобы благодарить Господа за то, что Господь благословил в свое время наши семьи, когда мы смогли переехать в эту страну. Это очень хороший, добрый праздник. Желание моего сердца вместе с вами сегодня обратиться к тексту Священного Писания, который записан в 2-е послание Коринфянам, 9-я глава, прочитаем 6-й стих. 9-я глава, 2-го послания Коринфянам, 6-й стих. У кого есть Библия, давайте мы откроем. Мне очень нравится, когда слышно шелест, лис, листочек, а в церкви. Приносите с собой Писание, братья и сестры. При сьем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. 7-й стих. Их каждый уделяй по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Тема моей проповеди сегодня – благословение давать. И наше внимание мы остановим на вот этих словах. Доброохотно дающего любит Бог. Божья любовь, она уникальна, она потрясающая, она многогранна. Нету во Вселенной места, где бы не было Божьей любви, братья и сестры. Писание говорит, что Бог сегодня повелевает солнцу восходить только над добрыми. Нет, и над злыми, и над добрыми. Бог повелевает дождё рошать землю и для злых, и для добрых людей. Милосердие сегодня вообще обновилось, каждое утро обновляется. Бог любит грешников, Бог любит каждое своё творение. Ещё раз подчёркиваю, нету места во Вселенной, где бы не было, а не было бы пропитан Божьей любви. Братья и сестры, это свойство и нам также, правда, мы имеем свойство любить и быть любимыми. Но обратите внимание, когда мы просто говорим нашим детям, мы вас любим, это одна ситуация. Но когда мы говорим персонально своей дочери или сыну, или своему внуку, называя его по имени, я очень тебя люблю. Скажите, как его сердечко реагирует? Папа меня очень любит. Мама сказала, что меня любит дедушка, бабушка. Братья и сестры, Господь говорит, я люблю этот мир, и это действительно так. Но сегодня я бы хотел, чтобы мы порассуждали над одной категорией людей, у которых у Бога особые отношения. Он обращается к тому человеку, который доброохотно отдаёт. Дети, молодёжь, понимаете, слово «доброохотное». Оно имеет как бы значение, даже из двух слов состоит вот этот «доброохотный». То есть добровольно, от всего сердца, без принуждения, то есть охотой. Родители сказали, дети, едем на океан, или пойдём гулять в парк, или ещё в гости идём. Мы с охотой что-то делаем. И при этом присутствует доброта, расположение. При этом у меня присутствует огромное желание отдать. Вот это значение, наверное, этого слова. Настолько мы способны, я способен вам сегодня сказать, сам понимая, это слово. Мы не так часто его используем. Доброохотно дающего. Братья и сестры, я думаю, что Господь через этот стих хочет нас научить очень важной истине. Об особых отношениях Бога с такими люблю. Я думаю, что почему же сердце Бога так расположено к тем, которые отдают доброохотно? Это касается не только средств наших, братья и сестры. Это касается многих-многих отдел, слов, отношений, поступков. Здесь очень большущий, огромный перечень того, что мы можем, братья и сестры, дать. Мы богаты с вами во Христе. И причина заключается, братья и сестры, следующая. Я думаю, что ответ очень и очень простой. Ответ заключается в самой природе Бога. Почему Бог любит тех, которые доброохотно дают с радостью, заключается в самой природе Бога. Помните текст Священного Писания? Все его знают, Яна 3,16. Ибо так возлюбил Бог, что отдал. И отдал, братья и сестры, самое драгоценное, что у отца было. Самого любимого. И отдал не на время, отдал навсегда. И отдал, братья и сестры, для смерти, для казни, для страданий, для того, чтобы нас приобресть. И отдал своего Сына, единственного возлюбленного Сына. Драгоценный стих, известный с воскресной школы, говорит о том, что сущность Божьей любви заключается в том, чтобы отдавать. Отдавать самое лучшее, отдавать свое, отдавать не ожидая взамен, отдавать навсегда, отдавать обильно, отдавать добрым и злым, отдавать тем, которые не заслуживают, и отдавать так, как это может делать только Бог. С любовью и навсегда. Братья и сестры, я хотел бы обратиться к отцам, к матерям, к дедушкам, бабушкам. Когда мы видим наших детей или внуков, которые подражают нам в хороших поступках, в добрых делах, как мы реагируем? Наше сердце радуется, правда. Мы очень рады, что дети наши следуют. Как мы видим продолжение, мы поощряем их, мы благодарим Бога, мы радуемся вместе с ними, братья и сестры. Как сердце Бога реагирует, когда Он видит детей своих, верующих людей, которые подражают Ему? Делает это непринужденно. Как мы прочитали сегодня, когда апостол Павел говорит так. Каждый уделяй по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением. Прежде чем мы сможем порассуждать, а что же мы сможем давать, кому мы можем давать, сколько мы можем давать, я бы хотел, чтобы мы посмотрели на образ человека, которого Библия называет не просто дающим, а доброхотно. И посмотрим некоторые библейские примеры и тексты Священного Писания. И рассмотрим, почему апостол Павел именно в этой главе, он пишет вот эту фразу, эти слова. Какие причины побудили апостола Павла писать эти слова? Почему они оказались именно в этом стихе? Как я уже сказал, друзья мои, что доброхотный – это тот человек, кто дает и отдает с большим желанием от всего сердца, с добрым расположением. Знаете, вот, наверное, каждый из вас испытывал удовлетворение от того, что мы что-то дали. Пусть это будет простая вещь, в чем бы это ни выражалось, самое минимальное что-то. Мы чувствуем просто радость в сердце, что вы что-то сделали приятным, братья и сестры. Это результат Божьей любви. Это часть Божьего естества в нас. Это работа Духа Святого. Вы знаете, согласитесь, что в нашей жизни есть такие ситуации, когда мы вынуждены давать. И мы делаем это, может быть, недоброохотно. Мы вынуждены давать. Я вспоминаю, несколько лет тому назад один молодым человеком беседую, он говорит, что за свою жизнь в Америке, сколько он прожил, та сумма штрафов за спид-лимит, за многие нарушения составила, говорит, такая сумма, что я бы уже ездил на хорошей новой машине за эти годы, которые я в своей юности где-то неразумно нарушал, использовал. Братья и сестры, и отдавал недоброохотно. Мы платим налоги, мы платим многие вещи, вынуждены просто давать, понимая, что закон требует от нас. Правда? Думаем, как хорошо были бы деньги, может быть, направить куда-то в другое дело. Но вопрос не в этом. Библия говорит нам, чтобы мы отдавались и до Кесарю, а Божье Божье, а Господу Господу. Сегодня мы не говорим о Кесаре, мы говорим о наших особых взаимоотношениях человека, Бога, с тем человеком, который отдает и делает это не по долгу, не по принуждению, не потому, что он обязан, или по зову даже совести, или потому, что он член церкви. И мы не говорим сегодня, братья и сестры, о десятине, о деньгах. Мы не говорим это не в первую очередь. Мы говорим о более широком смысле, касаясь многих вопросов. А мы говорим о человеке, в сердце которого настолько расположено, что он делает это доброохотно. В Библии есть немало примеров людей, которые давали доброохотно. Давайте вспомним царя Давида. Помните, стоял вопрос строительства храма. Стоял вопрос строительства храма. Храм должен быть прекрасный, красивый. Храм должен был величественный, и он требовал очень многих вложений. И Давид в первой книге «Паралипоминон» он обращается к народу. Обращается к народу с такими словами. Первая книга «Паралипоминон», 29 глава. С первого стиха прочитаем. «И сказал царь Давид всему собранию, Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод, малосилен, оделась ее велико, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога. Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золота, для золотых вещей, серебро для серебряных, медь для медных, железо для железных, и дерево для деревянных, камни аникса, камни вставные, камни красивые, разноцветные, и всякие дорогие камни, и множество мрамора». Третий стих. «И еще по любви моей к дому Бога моего есть у меня сокровище собственное, и золото, и серебра, и его я отдаю для дома Бога моего, сверх всего, что заготовил я для святого дома». Обратите внимание, как открывается характер Давида, ее любовь, он говорит, «Полюви к дому Бога моего». Вот то, что заготовили. Обратите внимание, что Давид ложит от себя. Четвертый стих. «Три тысячи талантов золота, золота афирского, семь тысяч талантов серебра чистого для обложения стен в домах, пятый стих. Для каждой из золотых вещей, и для каждой из серебряных, и для всякого изделия рук художнических». Если перевести, наверное, эквивалент это в доллары, я думаю, это в десятки, может быть, тысячи и миллионы долларов было бы, наверное, пожертвованы. А теперь обратите внимание, что Давид говорит. Обращается и говорит так, «Не поусердствует ли еще, кто жертвует сегодня для Господа?» Обратите внимание, вот тон его. Он делает это личным примером, а потом говорит, «Не поусердствует, не желаете и вы вот стать частью этого великого благословения, жертва для Господа». И стали жертвовать начальники семейств, 6 стих, и начальники колен Израилевых, начальники тысяч и сотен, начальники над имениями царя. И обратите внимание, 9 стих, «И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу». Так же и царь Давид весьма радовался. Обратите внимание, какая была обстановка благодатная. Никто ни с кем не спорил, не было какой-то конкуренции, никто не завидовал, никто не упрекал. Царь дал пример, и была вот радость такая, потому что люди делали этого от чистого сердца. Искренне, обратите внимание, радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу. И царь Давид радовался. Мы знаем еще один пример, хотелось бы привести, книга Ездры. Книга Ездры, 2 глава, книга Ездры повесит нам о том, что народ израильский, часть народа, возвращается с Вавилонского плена, храм разрушен. Нужно отстраивать храм Божий. Вот обратите внимание, в 6 стих, 2 глава, 6 по 8 стих, написано так, «Из глав поколений, некоторые, придя к Дому Господне, что в Иерусалиме, знакомое теперь слово, что они делали?» Вторая глава, «Доброохотно жертвовали на Дом Божий, чтобы восстановить его на основании его». Знакомое слово, текст, который мы сегодня исследуем. «Из глав поколений, некоторые, придя к Дому Господню, что в Иерусалиме, доброохотно жертвовали на Дом Божий, чтобы восстановить его на основании его». Удивительное качество, братья и сестры, обладали эти люди в Ветхом Завете. Это не потому, что их кто-то заставлял, не потому, что принуждал, а потому, что была любовь к Богу и любовь к Его Дому. И возникает вопрос, «Как воспитать себе это качество?» Потому что все мы по природе недоброохотно дающие. Сегодня мы слышали слово, которое Андрей говорил, в последние дни люди будут самолюбивы, честолюбивы. Все строится на любви к самому себе, для самого себя. Наше «Я», наша природа, наша ветхая природа не готова и не желает расставаться, давать не только, в деньгах, в многих других вещах. Очень важно, хоть эти примеры вдохновляют нас, но мы должны понять, а каким образом, чтобы мое сердце, действительно, при этом, как и сердце Давида или других мужей, мы видим, в Ветхом Завете, радовалось. Братья и сестры, одна очень важная истина, которая нам поможет. Для того, чтобы наше сердце было расположено, доброхотно давать людям, мы должны научиться что-то отдать Богу. Прежде чем мы сможем доброхотно давать людям, мы должны научиться отдать что-то самое важное, что-то очень значимое, отдать Богу. Я бы хотел, чтобы мы сегодня обратились к 8-9 главам Коринфянам. Я вас попрошу, когда вы приедете домой, будет время у вас сегодня, до вечернего собрания, прочитайте внимательно эти главы 2-го послания Коринфянам, 8-9 главу. Потрясающие главы. Удивительные главы. Я просто в восторге пропитывался каждым стихом, наслаждался каждым стихом этой главы. Почему? Причина написания вот этих глав заключалась в следующем. В Иерусалиме, в Иерусалимской церкви, была большая нужда. Большая нужда материальная. Церкви в Иерусалиме нуждали в средствах. И апостол Павел, помните, когда избирали их с Варнавой на служение, отделили для служения язычники, помните, послание Галатам есть такое, чтобы они помнили кого? Нищих, бедных. Чтобы они помнили бедных. И апостол Павел, несмотря на всю свою занятость, на всю свою вот ситуацию, в которой он находился, он помнил бедных людей. И там, где он находился, там, где он проповедовал, там, где он брал эти средства, обращался и передавал в Иерусалимскую церковь либо в другие церкви. И он пишет письмо в послании к Коринфянам, братья и сестры, в двух главах он ни разу не упоминает о средствах, он не просит денег, он не называет это деньгами или еще другими какой-то валютой. Обратите внимание, он называет вот это то, что необходимо передать средства, называет удивительными словами, называет их вспоможением, благословением, добродетелью, подаянием, дар в служении святым. Удивительный образ, правда, удивительная речь. Апостол Павел с такой любовью, он не принуждает, он подходит к ним и использует очень интересный, хороший, прекрасный пример иллюстрации. Для того, чтобы расположить сердце коринфской церкви, а церкви, не простой церкви, он использует одну очень важную ситуацию. Мы сегодня упоминали, помните, царя Давида, который, по примеру, сделал сам вклад и, по примеру, его, говорит, не желает народ поусердствовать. Или старейшины, или начальники, мы читали книгу Ездра, фрагмент, да, и люди тоже откликнулись. Обратите внимание, апостол Павел, знаете, кого он использует? Он использует с 8 главы, с 1 стиха, мы возьмем 1 стихи. Он говорит о церквях македонских. Он приводит в пример церкви македонские. 8 глава, он говорит так, с 1 стиха, уведомляем вас, братья, то есть, даем информацию, сообщаем вас, вам, уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским. Он говорит о благодати. Вы знаете, я думаю, что по-человечески рассуждать, наверное, Павел, если бы хотел получить где-то хорошее пожертвование для помощи Иерусалимской церкви бедным, нуждающимся, наверное, по-человечески нужно поехать в те церкви, туда, где братья состоятельные, имеют средства, возможности, примут и благословят его. Братья, сестры, давайте внимательно посмотрим на церкви македонские, чем же они обладали, что у них было за ситуация. Обращаемся к второму стиху восьмой главы, если можно. Ибо они среди великого испытания скорбями. Ибо они среди великого испытания скорбями. Церкви македонские были подвержены гонениям. гонениям. Разоряли семьи, дома, лишали имущества, подвергали казням, унижениям, темничным заключениям, преследованиям. Братья, сестры, я вот так, когда читал, готовился, рассуждал, если бы постигли гонения наш город, нашу церковь, притеснения были, о чем бы рассуждали, что бы был предметом наших молитв, рассуждений, бесед, служителей, о чем братья беседовали, правда? По крайней мере, меньше всего вопрос стоял бы где-то о помощи кому-то или пожертвования или еще чем-то. Вопрос бы сконцентрирован, наверное, как нам выжить, как нам сохранить верность Господу в этих обстоятельствах. Церкви македонские были подвержены гонениям, скорбями, но они призабиловали, у них что-то есть, что там призабиловало? Радостью. Радость была у них, братья и сестры. Почему возникает вопрос, среди денег была радость? Давайте движемся дальше. Что они еще имели? Пусть это второй стих еще будет. Настолько они были богаты. Глубокая нищета. Глубокая нищета. Ни бедность, ни временные трудности, нищета. Люди старшего поколения, если у нас в церкви есть и есть, помните, наверное, те годы, кто жил при Волжье в Украине, годы голода. Наша мама покойная, она пережила два периода голода. Это было страшное время, когда люди умирали тысячами, десятками тысяч, потому что не было есть, ели все, что можно было, хоть что-то напоминало, что что-то можно было приготовить с чего-то. Мы не знаем, не такая, может быть, была ситуация, но глубокая нищета. Братья и сестры, смотрите, какой контраст находился в этой церкви. Глубокой нищете они преизбыточествуют, то есть у них было в достатке, в богатстве их радушие, гостеприимство. Когда иногда бывает посещать миссионерских поездках, бывать с молодежью, где-то приглашают в гости, мне нравится ходить к людям в гости, вот знаете, простым вот, и чаще всего такие люди приглашают, они настолько открыты, вот, простая обстановка, домашняя, но вот такое открытое сердце, поставят все, что есть на столе, и так приятно есть этот хлеб в таком доме, не упрекнут, потому что люди доброхотно, открыто как-то, знаете, вот то же самое было в этой церкви, они преизбыточествуют в богатстве их радушии. это очень важно, обратите внимание дальше, третий стих, ибо они доброхотны по силам и сверхсил, я свидетель, опять это слово, братья и сестры, доброхотно дающего любит Бог. Я думаю, каждый из них, представляете, испытал Божью любовь личную, когда Господь лично обращается к тому человеку, который доброхотно дает и называет его по имени «Я люблю тебя». Божья любовь уникальна, она имеет свои благословения в детях, в потомках, во всех сферах нашей жизни, она как бы окутывает каждого человека, тот, который доброхотный, «Я люблю тебя». Они доброхотны по силам, сверхсил, я свидетель. Четвертый стих, обратите внимание, они весьма убедительно просили, о чем они просили? Принять дар и участие их в служении святым. Дорогая церковь, казалось бы, вопрос возникает, у вас гонения, у вас нищета, у вас нужда, у вас самих нечего есть, вы не знаете, как будет жизнь ваша в будущем сложиться. Каким образом вы убедительно просите? Я представляю эту картину, когда Павел находится. Я думаю, знаете, Павел, когда плакал там, когда он видел эти, будем сказать, копейки, может быть, незначительные деньги, он настолько был тронут этим, они просили, Павел, возьми этот дар, потому что там, в Иерусалиме, есть голод, там есть довы, там есть сироты, там есть те, которые особо нуждаются. Павел, возьми, они убедительно просили принять дар и участие в служении святым. Я думаю, когда Каринфинская церковь получила это письмо, они знали обстоятельствах в Македонии, в церквях, они тоже плакали. Братья, там не нужно было просить, там не нужно было убеждать, там просто сердце таяло, было открыто. Почему? Потому что пример был, реальный пример был того, что люди делали. Они убедительно просили принять дар и участие в служении святым. Пятый стих. И не только то, чего мы надеялись, но отдали сами себя. Теперь мы подходим к очень важной истине, дорогая церковь. Для того, чтобы мы могли доброходно отдавать людям, мы должны что-то научиться дать Господу. Ответ мы находим в этом стихе. Причина почему Македонская церковь так поступали заключается в следующем. Они отдали себя во-первых кому? Господу. Потом и нам по воле Божьей. Прежде чем Македонская церковь, почему ответ мы находим в это состояние, когда они давали самый последний, как та бедная вдова, в жизни этих людей произошло одно очень важное событие, тихое, незаметное, которое абсолютно поменяло их жизнь, их образ мышления, отношение к этому временному, земному, проходящему, поменял отношение ко всему. Увидели нищету, бедность, важность отдавать. А дали не что-то для Господа, а самих себя Господу. Дорогие христиане, дорогая церковь, понимаем ли мы, что такое в нашей жизни, в жизни верующего человека, должен быть день, когда я сознательно отдаю себя Господу. Я не говорю о покаянии, возрождении, о крещении, о других, я говорю о том событии, и в котором должно быть вновь и вновь, оно происходит, и мы говорим это делаем лично пред Богом. Господи, я отдаю Тебя в свои руки, свою жизнь, свое время, свои средства, свое здоровье, всего себя я отдаю. Мы же поем этот салон, правда? До тех пор, пока это не произойдет, у нас не будет доброохотного сердца. Наш ветхий человек всегда будет подсказывать исполнить можно роль анандеи Сафиры. Зачем? Что-то придержать на какой-то день? Да стоит ли? Да сколько можно обращаться? А как вообще эти средства будут использовать? А куда они пойдут? А братья мудро ли распоряжаться этими средствами? А тому, кому мы отдадим, как они будут распоряжаться? А надо проверить. Проседастры, у нас сразу будет множество вопросов возникать, правда? Да нужно так порассуждать очень внимательно. Добродетели нужно быть рассудительным, и мы так порассуждаем, чтобы так отрезать хорошо. Друзья, они отдали сами себя Господу. Что это за состояние, дорогая церковь, дорогой христианин? Я думаю, это какое-то удивительное состояние, которое становится Божьим, не только детем. Я себя отдал Господу, друзья, представьте себя, стоит ли мне переживать о завтрашнем дне, о будущем. Будут ли у меня средства, будет ли у меня работа, как сложится судьба моих детей. Я принадлежу, я отдал себя Господу, я нахожусь в Его распоряжении, в Его власти. С этой минуты Бог контролирует абсолютно все в моей жизни, деньги, время, здоровье, жизнь моих детей, внуков, до последнего мгновения, пока Он пригласит меня, взойди сюда, в вечность. Более того, христианин, который отдал себя Господу, становится обладателем Божьих ресурсов и Божьих возможностей. Он видит ситуацию, в которой он находится не с позиции своих возможностей, а с позиции Божьей. Для Бога нет ничего невозможного, потому что Бог все может, знает, когда послать, когда дать. Я вспоминаю одну семью, когда мы жили еще в Украине много лет назад, те были, помните, 90-е годы, очень трудные были годы, одну большую семью, много деток, и общаясь с ними, они как-то говорили, мы в жизни своей положили такой принцип, всегда давать десятину Богу, несмотря на наш достаток, в зависимости от того, что у нас есть, отдаем. и были искушения, были испытания, ну вот, 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 вот и практически ничего. Но когда мы были верны в этом, мы были удивлены, как Бог воздавал. Братья и сестры, вы знаете, как Бог воздает, когда мы отдаем верны, когда мы Ему отдаем сами себя? Удивительным образом находит множество путей восполнит. Эта семья говорит, когда прошли этот период, мы ни о чем не жалеем. Когда пришло достаток, когда время пришло лучше, работа появилась, средства, мы никогда не жалеем, потому что пережили множество благословений, когда Бог отдает тем, которые отдали сами себя и которые доброходно дают. Помните, Евангелие Луки Христов сказал, 6 глава 38 стих, давайте и дастся вам. А как Бог отдает? А давайте посмотрим на этот стих, вспомним. И дастся вам мерою доброю, утрясеною, нагнетеною и переполненою. Возникает вопрос, какие это нужно, что в это нужно собой принести, чтобы принять от Бога то, что Он хочет отдать. не вместит братья и сестры никакие объемы, то, что Бог может отдать. Мерою, которую Бог дает, добрые, утрясенные, нагнетенные, переполненные, отсыплют вам в лоно ваше. Почему? Какой мерой мерите, такой же отмерится и вам. Как это важно иметь это сердце, которое имели македонской церкви. Они отдали себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. Вы знаете, апостол Павел в этих двух главах, он ни разу не упомянул средствах. Он приводит в пример македонскую церковь и он приводит в пример Иисуса Христа. Если мы посмотрим 9 стих 8 главы 2 послания Коринфянам, обратите внимание внимательно на этот текст, он говорит следующие слова. Вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Вы знаете благодать. Удивительный язык, убедительный, обратите внимание, использует апостол Павел подход к церкви коринфянской непростой, где трудности, переживания, были конфликты и вдруг сердце их настолько преисполнено. История говорит, что коринфянская церковь регулярно, история христианства участвовала, поддерживала служение апостола Павла. Почему? Потому что Божья истина проникла в сердце человека. Люди поняли, для того, чтобы отдавать, нужно дать себя Богу в распоряжение. Когда мы отдаем Богу, тогда наше сердце всегда будет доброходно отдавать. Почему? Потому что каждый раз мы будем соприкасаться с величайшей Божьей любовью. Несколько лет тому назад, когда мы готовили вот эти коробочки, которые находятся в нашем фойе на столах, которые принесли прошлого воскресенья, сегодня принесли и последний день вторник, и, наверное, в среду утром нужно будет отвезти, их. Помните, мы показывали, знаете, можете расположить сердце или информацию, один маленький видеоролик, чтобы благословить, чтобы расположить. Я бы хотел, если можно, позвольте вспомнить эту ситуацию, он займет несколько минут. Я сделал небольшую паузу в своей проповеди, чтобы мы посмотрели на еще один жизненный пример на человека, который жил когда-то среди нас, который доброхотно отдавал. и, наверное, когда-то Это не моя работа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 He was 36 He was a wonderful husband I miss him even today Never got married You know there's something about touching someone That you're in love with And that same kind of touch does not come from anybody else I don't know when the Lord is gonna call me home So I keep going all the time You have no idea where all those dresses are gonna end up? I wouldn't even guess I can see it yet in my mind Plane landing and their little hands out for a box Then they open them up and they just They're just so thrilled I can just picture them Putting them on right over there Whatever they've got on God bless each one We pray in your name Amen There's gonna be a lot of happiness And I'm glad I'm a part of it Thank you, brothers Наша сестра прожила 102 года Когда снимали этот ролик Она говорила, что будет 101 И должны исполниться На 102 года прожила 102 года на земле Можем представить себя, как Господь ее встретил Человека доброходно дающего Сколько любви она будет испытывать всю вечность Какой прекрасный пример для продражания Братья и сестры Церкви Македонские Давид В Ветхом Завете Знаете, я С благодарностью погнаю То время Когда наша семья приехала в этот город В эту церковь У нас не было никого родственника Мы никого не знали в этой церкви Мы остановились в наших друзей Павла и Ольге Они приняли нас По каким-то обстоятельствам Нам не дали футстемпы Мы не знали всей этой системы Я был удивлен Вспоминая людей, которые мы не знали Знаешь, только церкви Вдруг появлялись люди с пакетом И приносили еду В этот дом Приносили еще что-то Братья и сестры Я был потрясен Таким радушием Давайте вспомним Те семьи, которые принимали нас Накануне Тензгивена И поблагодарим них Вы знаете, завтра к нам придут люди Люди, которых мы не знаем Люди, которые находятся в нужде И нам не дано право судить Почему они оказались так, что у них негде ночевать На хорошей В хорошем месте В своей комнате На своей постели Вынуждены ночевать На раскладушках В классах В церкви Нам не дано право судить Но у нас есть хорошая возможность Послужить Быть доброходно дающим Я так рад, что наша церковь Так откликнулась На две недели есть те люди Которые будут готовы Готовить ужин Молодежь будет готовить завтраки Но нам еще необходимы волонтеры Которые смогут приходить на шесть На шесть утра На какой и какой день Согласуйте, пожалуйста, с Романом Лучше подойти к Роме Спросить Я могу утром прийти в такой-то день Для того, чтобы помочь приготовить Самый простой брекфаст для этих людей Братья и сестры Так открываются огромные возможности Послужить людям Отдавать Отдавать словом Отдавать делом Доброходно дающим Братья и сестры Бог нас обогатил Мы прочитали этот текст Вы знаете благодать Господа Он, будучи богат Он обнищал Пришел на эту землю Оставил все Для чего? Чтобы мы обогатились Братья и сестры Его нищетой У него даже хитон забрали Обезображенный Обнажен Или висел на Голговском кресте И апостол Павел Удивительным образом Обращается к церкви Коринфянам Восьмой стих Перед нашей молитвой Прочитая 9 главы 2 послания Он говорит так Бог же силен обогатить вас Всякой благодатью Чтобы вы всегда И во всем Имея всякое довольство Были богаты На всякое доброе дело Дорогая церковь Я желаю себе Моей семье Вам, вашей семье Иметь Это сердце Доброходно дающего В словах В делах В улыбках В объятиях наших В самом добром И пусть нас Господь В этом благословит Аминь Помолимся Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!